Сегодня мы будем говорить о будущем, вообще мы армяне, не любим или, наверное, не умеем говорить о будущем, даже наши политики во время предвыборных кампаний стараются о будущем не говорить, а если не говорят, то люди им не верят, потому что это всего на все слова, которые употребляются во время предвыборных кампаний. Как-то раз вы сказали, что армянам необходимо наконец начать думать так, как они не думали последние 30 лет. И вот мне бы хотелось услышать, что это значит, как же нужно начать думать армянам? И что это значит? Как мы можем это сделать? Это такая вопрос. Большой вызов. Это огромный вопрос, когда мы будем говорить о будущем. Я не буду говорить о том, что армянам, конечно, но сначала, когда мы начнем говорить о будущем, в 60-е годы, я бы сразу опасался, потому что в основании говорить о будущем даже свыше 5 лет, а у нас очень мало, это как бы вы строите стул, поставили на стул, поставили еще на один стул. Все очень шарко. Например, ближайший военно-политический горизонт для Армении, это 5 лет, или 4,5 лет, когда вы будете возобновляться, это только 5 лет, и это связано с СССР. Через 5 лет, почему вы считаете, что на месте будет Эрдоган? Мы все еще будут президентом Турции. Я не знаю, кто будет руководить Россию через 5 лет, кто будет с Россией. И я совсем не уверен, по поводу Баку, кто будет там через 5 лет. Даже не говоря про Вашингтон, скажем, или может быть Париж. Будет ли там Байден, будет ли там всякое, может быть, случится. Все, что я могу более-менее уверенно предсказать, это то, что все будет довольно сильно отличаться от того, что сейчас происходит. Так вот, готовиться надо примерно как в футбол, и надо задуматься, почему в Армении сейчас нет такого футбола, как было во времена Армена в 2014-2016 году. И не только задуматься и сказать, что вот армяне Парижи, значит, потеряли свой футбол. Это очень тяжело, чтобы сказать, потому что для Арменин, мы уничтожили много, и, конечно, намного выше. Это относится к политике. Вот сейчас, почему-то наблюдается, и сейчас мы собираемся посмотреть, как бы почти дворовый или уличный уровень футбол, скажем, уровень футбол, или уровень футбол, или уровень футбол, или уровень футбол. Если вы хотите, мы можем получить аналог, там была построена политика, потому что это не совсем шахматный, это не случайность, которая выпадает вместе с Зарами. Представьте себе, скажем, что мы играем в нарды, в которых шесть, например, Заров, которые по-разному могут выпасть. Когда мы играем в «Жаке», в России, в Западе, мы можем увидеть большие актеры, если Туркция, Руссия, Восток, они могут формулировать несколько идей игры. Если так, то так все. Если так, то так. Если так, то так. Вот этого как раз я не слышу. Может быть, вы больше следите за армянской политикой. Сейчас, от силы я слышу на шаг вперед. Но только правящая партия, которая по-разному назвала, одна оппозиция, значит, уберем предатели. Это очень похоже, кстати, на многие постсоветские, да и вообще страны мира, которые терпели поражение. В украинском языке есть такое знаковое слово «зрада», «измена». Ну, потому что, конечно, что с самим трейдом, что на Донбассе ничего не могли, или лишиться. Это понятно, что продали. И, конечно, что это продали. Это была идея. В Армении не хватает, честно говоря, мне кажется, класса политического анализа. Причем никто это внутренне, ведь очень важно, что Армении понимает, что происходит в мире вместо того, чтобы занимать такую морализацию. Почему никто там не выступает Почему никто там не выступает в истории? Ну, конечно, в истории. Это не обязательно дело обычного человека. Но не нужно думать, даже в Советском Союзе это было обычным. Но, когда в Советском Союзе мы видели, у нас были программы как «Панорама» или «Панорама» или других программах, и у нас были обсуждения. И теперь, это очень важно. Они должны предложить только общество, и политику. не только для общества, но и для политики. Мы не можем играть в политике. Меня иногда спрашивают в политике, что делать. Никогда не слушайте экспертов. Потому что эксперты смотрят из-за вашего плеча. Игра должна подсказать вам сама, какие ходы. Очень многое зависит от интуиции и политики. Но эксперты нужны примерно как тренер шахты. Они подсказывают, какие ходы в этой игре уже возникали, или в том же футболе, или в тех же народах. Какого рода ходы могут еще возникнуть, вот просчитать, а какого не возникнут. Вот это важно слово «просчитать», я так думаю. Сейчас, если я понимаю хорошо, нужно просто рассчитать лучше. Это правда? И, ну, так сказать, вот, на самом деле у нас есть очень даже плохие эксперты-аналитики, но, видимо, нам не хватает культуры диалога. Потому что, мы не хотим больше, но нет, но нет. Вы знаете, что, в период советской у нас есть период, которая называется «периструйка», и у нас не хватает политической воли. Политической воли, на самом деле, она была, так сказать, интеллигентская политическая воля в периоде периструйки. В этом году и у нас все будет по-другому. И у нас была такая силовая воля в 1990-е годы, с силовой предпринимателями. Постуку о армянине совпала к патриотической войне, по-нулимной войне, на пласти. Постуку о армянине попрошли, это было очень отличное. Постуке-еще. Это была agreement бюрократия. После на руководство о репутации. пост-советских республиках. Это очень важно для всех стран, не только в эпоху пост-советическом. И не только для того, как происходит в Украине, в Западе, в Белоруссии, в Киеве. Очень важно знать и представить себя. Что происходит в Киргизии? Как отличается Украина от Белоруссии? Потому что Армении находится в этом цели. Поэтому Ганас, конечно, это самый ближайший вариант. Это же самый ближайший вариант. Он не может смотреть на то, что происходит в Киргизии. Поэтому Армении очень много из этого воспроизводится. Вот это я только призываю. Сейчас мне кажется, что как раз таки, Армения получила очень жесткий пинок в тот момент, когда вопрос о дальнейшей модернизации очень жестко встает перед всеми бывшими советскими людьми. И это очень сложная ситуация, как для Белоруссии, как будет в Белоруссии, что будет работать в другом году в один или два. Потому что, в этом случае, что в Украине не может продолжать восстановление. И в Молдовии у нас уже уничтожение. И я думаю, что в России, Потому что Россия тоже имеет явные признаки осознания того, что надо срочно выхранить, что надо восстанавливать страну или устраивать новую перестройку. Но как устраивать перестройку, чтобы не повторить то, что произошло в прошлом. То, что произошло в 1991 году, как раз ужас вот это, и есть тот вариант, когда что-то делать надо, делать не вполне понятно что, и довольно страшно. Потому что перестройка как раз была временем бесстрашным, наверное, помните, наше поколение это помнит, что в голову не приходило, что, скажем, армянские требования присоединения Нагорно-Карабахской автономной области может развалиться великий могучий Советский Союз. И что после этого просто рухнет наука, рухнет образование, социальная сфера, в общем, очень быстро начнут утрачиваться признаки развития страны. Хотя в те годы мы предполагали, что как раз порушение Советского Союза приведет к невиданному развитию. И мы думали, что образование национального и науки, здравоохранения и так далее. То есть как раз образование стало национальным, как раз в тот момент, когда большинство страны стали перемещаться на английский. Вы знаете, если я правильно понял, то изменения в мышлении должны касаться в первую очередь. Мы должны больше внимания обращать на мир. Мы должны внимательнее смотреть и следить за событиями, которые происходят в мире. Причем не на Западе, не в Армении, Франции, США. Очень важно обратить внимание на страны, которые в России, как в Армении, и, особенно на постсоветском развитии. Я абсолютно согласен с вами. Украина, Киргизия, Молдова, Грузия, Украина, но Украина все-таки отличаются размерами и положениями. В том же, что касается культуры и диалога, у меня был опыт, когда я некоторое время на Гоми-Зеливанских телеканалов вел и дачу, в который должны были происходить дебаты. И люди, приходящие на дебаты, говорили, но не друг с другом. Они все говорили в камеру. Вот разговоры о том, что вот был выдвинут тезис, затем анти-тезис, затем каким-то образом идти. Это все слилось бы в синтезе, вот этого не происходило. Не было споров, были диалоги в монологе. Это просто монолог. У нас не было дебаты. Это идея, которую я бы хотела бы поделить. В одной из своих статей, очень, кстати, более интересных, вы перечислили выгодные стартовые условия, которые есть в Армении. Трудлюбивое мобильное и предприимчивое население, удачный синтез традиционных и современных черт, это сохранена семья, нескольные навыки, включены современные навыки, европеизация, и так далее. И вы сказали, что эти черты, они очень схожи с теми, которые были у Гонконга, Южной Кореи, Сингапура и Китай, вот в момент, когда там начался бурный экономический рост. Эти условия у нас были и пять лет назад, и десять лет. Может быть, десять лет мало, или есть какие-то другие причины, почему мы никак не можем начать бурного экономического рост. Ну, на самом деле, на самом деле, у нас уже начался восстановительный рост в Армении, и это было очень важно. Это началось в последние годы. И мы должны быть уверены, что сегодня, не нужно говорить Бога, есть электричество, продуктов достаточно, и цены, в общем, нет. Когда я говорил про Восточную Азию, давайте так, есть целая книжечка, небольшая книжечка, которая была написана в 2016 году, она есть на русском и в переводе на армянский язык, в перспективе Армении, где я попытался изложить то, что знает моя наука. Что делает нам историческая социология? Мы находим какие-то аналогии в реально существующей истории. И мы должны найти аналогии, потому что мы не можем найти эксперименты в другом лаборатории, потому что у нас не может быть различных лабораторий, а другая страна получит плацебо. И мы должны находить вот такие естественные возникшие лаборатории. И, конечно, мы не можем найти лабораторий в Мичиганском университете. Такую лабораторию обнаружил как раз в Юго-Восточной Азии. Смотрите, в 1945 году оттуда выгнали англичан, голландцев и французов. В общем, получается, независимость почти всей Юго-Восточной Азии от Ирмы до Филиппин. И все они одинаково бедны. И очень многие эксперты, полезно почитать, скажем, иногда журналы 1950-х годов, в которых полностью были списаны Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, потому что это не настоящие государства. Такая суверенитет, нет. Какой суверенитет у Канг-Конг? Тайвань, это оба Китай, куда сбежали китайские лабораторицы. Южная Корея, она и есть Южная Корея. Это полкорей. И в этих странах нет природных ресурсов. Там не очень образованное население, очень бедное и очень много беженцев, которые потеряли от своих планов в Канг-Конг. И, при этом, ужасная вот эта восточная конфуцианская культура, значит, когда все поклоняются своим предкам или начальникам. Потом, если почитать, что писали в 1980-е и 90-е годы, в тех же самых экономических годах, оказалось, что как это здорово, у вас нет природных ресурсов. Значит, приходится полагаться на себя. У вас бедное население, это же здорово. Возможно, как они готовы работать за них, только сам, он сам и сам. У вас есть вот эти самые азиатские, конфуцианские ценности, которые были в Канг-Конг-Конг. И в странах, которые были больше в 1950-е годы, это практически все Филиппины. на других континентах, это Нигерия, это Бразилия, поднимающаяся Пиган, в Амазонии, но Филиппины, посмотрите, уже английский язык. Это вообще-то 51-е штаты, это, на самом деле, это 51-е штаты, просто потому что они дали независимость. То есть, вы тоже, если говорить, это, конечно, это ситуация с Филиппинами, и вы будете приезжать в Америку по Визе, потому что у вас будут свои паспорты. У Италии, включая в США, они получают 50 миллионов азиаты, и некоторые азиаты, которые они вознемуся с другой стороны. Но Филиппины должны быть зависимыми, но они не могут быть полностью, которые только в Австрии стали. Но есть многие нарушатые в США, и у них конституции, и у них конституция. Почему Филиппины не смогли совершить рыв, а Сингапур, это это было? Что произошло в Филиппине? И оказалось, что потусловили как с Коэрии до Судом, это был более сложный. Мы понимаем, что эти страны, как Дэн Слейтер сказал, где рискует правящую элитную силу. Если у нас есть элитная силу, то есть, что это не пистолет, а не пистолет, а не пистолет. Это было лучше. Дисклеймерная артиллерия, как в корейском полуостровине, в паре десятков километров в вашей столице. Массирование артиллерии, вы прекрасно понимаете, что вы можете уничтожить. Потому что вы не можете быть внести, потому что вы очень близко. Это вопрос о противостоянии суверенитет. У вас есть американцы и войска, и вы имеете единственное, что у вас с Американской силой. Это единственное, что вы помогаете, что вы спасаете жизнь. Что вы будете делать? В этой ситуации, как генерал Пак Джон Хи, например, генерал Пак Джон Хи, который начинает строить свою промышленность, которую мы теперь знаем как ДЭУ, как все эти конди, когда он говорит как Хонда, как Хонда, это означает прогресс. Это типичный название, как из советских телевизоров. Кстати, это тоже, наверное, не случайно, что в южной Корее, в общем-то, бывшие фашистские страны, самое популярное литературное произведение, «Как закалялась сталь» Николай Астровский. Я даже не уверен, что очень много пиетисты, «Каком он должен быть более сильным» для того, чтобы построить свою промышленность. Ну, читайте. У меня есть в интернете статьи и выступления Андрея Ланькова. Андрей Ланькова, он из лучших специалистов в Корее, не только в России. Он работает очень много лет в Корее, он участвует в Южной Корее, он участвует в Северной Корее, он понимает гораздо лучше, чем в Западной Корее, и он также очень часто приглашается в Корее, что происходит в Северной Корее. Что делать? У кого еще есть? И вот посмотрите, какая интересная ситуация происходит. Какая ситуация? Норма не очень интересная тем, что их этническое название известное с VI века до нашей века. Ну, не одеждано. Таких этнических групп, которые сложились в античности и дожили до современности, обычно их несколько, обычно это связано с возникновением в какой-то момент этнической религией. Это конечно евреи, это копты Египта, это греки, перси, кстати, не совсем будем забывать, перси, но еще с Ирландами, и шутландцы. То есть галлы, как они назывались в древности. И посмотрите, как интересно это получается. И что происходит? Интересно, это интересно, и, конечно, удивительный народ basки. Баскония, одна из самых быстро развивающихся областей Испании. Ирландия, после столицы колониального британского владычества, вдруг у нас в 1980 году превращается в кельтского тигра, как тогда стали на Англии, Ирландия, превращается в кельтского тигра. Про Израиль я уже не говорю, но то что копты в Египте держат бизнес. И, в общем-то, Греция, прямо скажем, что по заслугам бывшей османской провинции, в общем-то, надо было находиться скорее где-то на уровне Ближнего Востока. Скажем, вот Сирия, наверное, Ирак и Ордания, где Греции были места, однако Греция все-таки в Европе со всеми проблемами, но, тем не менее, это европейская полная страна на сегодняшний день. Что произошло, у всех у них, обратите внимание, и, да, к этому мы можем добавить еще, конечно, финикинцев, которых сегодня мы называем ливанцами, у всех у них есть диаспора. Так? Что делает Диаспора? Даже у Ирландцев огромная диаспора. И один из моих курсов назывался «История констнациональных корпораций», от дома Медичи. Никогда не задумывались, скажем, за весь этот итальянский ренессанс, кто-то должен был заплатить, кто-то должен был заплатить, кто деньги это давал Leonardo da Vinci, а много денег это стоило уже при его жизни. Вот тут были всякие Медичи, и вот, по сегодняшний день, это началось с Медичи, и, к тому же, у меня студенты писали работу и, в конце концов, у меня студенты писали работу, в период из современных корпораций, и рассказывали мне, как она устроена, что она устроена, что она у нас за вас, за причиной успеха. К сожалению, на второй год в преподавании этого курса, я был вынужден ввести требование что студенты не имеют права писать корпорацию и своих родителей. Хорошо. Потому что я получал фантастически интересные описания, когда, ну, молодой человек китайского происхождения нас пишет, мой отец, глава авиакомпании, ну, вы ее знаете, очень большая, выдающаяся авиакомпания, мой дядя, президент биржи такой очень известный дядя. Мой другой дядя, президент банка, который тоже очень известный дядя. В этой работе я опишу, как наша китайская семья использовала институты семьи и брака для того, чтобы, как мы построили глобальное господство от острова Маврики, слышали ли, до Лондона, до Нью-Йорка, в общем, как мы распространили свое влияние. И это, еще где-то 150 лет, это был клан рыбаков из Южного Китая, из Митина. Вот это было очень полезно. И когда я все это читал, я думал, ну, слушай, ведь вообще-то любой армянин поймет китайца без перевода. Вот, значит, в связи с этим, у меня есть еще вот такой вопрос. Часто говорят, что к успеху в развитии, в том числе и, наверное, в первую очередь в экономическом развитии, приводит политическая ситуация, что для этого нужно вот принять, так сказать, более эффективные методы для политического управления, да, создать то, что называется «good governance», принять демократические ценности и, так сказать, жить демократическим путем. Но та же история показывает, что очень часто такие серьезные изменения и серьезная модернизация проводятся как раз в авторитарных условиях. Получается ли при этом, что демократия и экономический рост, быстрый экономический рост, они в таких очень сложных взаимоотношениях, но которые явно неоднозначны? Нет, вполне однозначно это стандартные вещи. Во-первых, про демократию. Демократия, опять-таки, я исторический социолог, я не философ, я не моральный философ, я не говорю, как было бы хорошо. Значит так, чем мы отличаемся от философов и людей, которые рассуждают о политике? Там поэзия. Скажем, поэзия это сказать «Я мечтаю, чтобы человек летал, как птица». Поэзия, кстати, бывает тоже разная. Бывает Пушкин, а бывают из-под воротни РЭП. Тоже ведь поэзия своего рода. Когда вы не объясняете, каким образом человек будет летать, вот он должен захотеть, и он полетит, как птица. Ну, я боюсь, что это может кончиться плохо, если вы залезете на крышу дома и оттуда полетите, как птица. Значит, задача наша более такая инженерная, посмотреть так. А при каких условиях человеческое тело, которое тяжелее воздуха, можно поднять, и желательно еще после этого будет безопасно опустить его. Какие потребуются различные механизмы управления? Какие будут механизмы для губернации? на самом деле, потому что, мы говорим о идеологических радио и телестанциях, ну, типа, Слава Богу, а вот рынок или централизованная экономика. Вы знаете, в западном взгляде на развитие постсоветских стран, действительно, и рынок занимает очень важные места для демократии. Вы знаете, это же идеологические взгляды. Они желают другим того, чего сами бы никогда не сделали. и они не желают что-то, что-то не желают для него. У меня есть профессор Софус Рейнер, который называется Софус Рейнер, я поговорю о том, что софус, который был в гарвардской школе бизнеса, он норвежец. Очень интересный вопрос. Он написал целую книгу о том, почему существует Норвежец. Вы вообще не задумывались об этом? Ведь на самом деле это было слабое государство. Вы думаете, это или нет? Они проиграли в 18 веке еще. Когда-то была Швеция очень опасна таким государством, что она получила по по полной по Петра I. Он написал в книге и потом он был в других своих антизерных в Балтике и, в конце концов, это были очень длинные страны и они стали очень большим государством, потому что военность была в большинстве нарушена. Почему они выжили в скандинавии по-настоящему? Почему они выжили во-настоящему по-настоящему по-настоящему в патруссу? Продолжение следует... 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 но не на каких угодно условиях, потому что какие угодно, это, ну, вам разрешат там мыть посуду где-то, вам достанется какой-то посудка в Филиппине, вы будете вывозить собственных женщин в качестве посуды куда-то за рубеж, и это вполне комфортно для элиты этой страны, они все равно собираются в свою дать, вы понимаете, страна очень часто может быть бедной, а элита будет богатой, мы это видим по всему Третьему, почему Южная Корея этого не могла допустить, потому что они начали свою industrializацию в тот самый момент, в 1968 году, когда они увидели, что американцы проигрывают войну во Вьетнаме, они поняли, что они следующие, вот сейчас пойдет Саигун, а вот дальше уже будет Сеул, и вот если американцы выйдут из Южного Вьетнама, то если ничего не обещало, что они задержатся еще и в Южной Корее, вот тут начали строить Дэу, Хёнде, вот и так далее, это вот тот самый пистолет, представленный в Куиску, правящий Криви, и вот это выполняется, кстати, в очень многих других странах, Япония, в 1853 году, им вдруг приплыли, приплыл Камадор Перри, Соединенные Штаты, военно-морской флот, счастье Японии было в том, что он улыбнул, и в Америке началась гражданская война, и вот почти 20 лет после этого, к японцам не приплывали, за это время они сами смогли мобилизоваться, провести свою модернизацию, унизительное, жестокое поражение, но, которое при этом не приводит к уничтожению страны, как правило, является прологом, модернизационным рывком, потому что разрушает международные корруппированные элиты, и вот то, чтобы тот, да, вот, я хотел сказать, что как раз вот именно понимание этого и вызвало от жизни вот эту серию интервью, в которой мы сейчас участвовали, потому что сейчас, вы знаете, сложились планеты вместе, у Армении, да, был этот потенциал, то есть диаспора, значит, дисциплина, трудовая, накопленные навыки, да, это вот все сберывало, но это реализовывалось за пределами Армении, в общем-то, потому что внутри Армении, ну, сначала была Советская Армения, она рухнула, и, кстати, обратите внимание, мало активов осталось, и мы ее потеряли, мы ее потеряли, и даже секретарь Кремьер, и, ну, посмотрите, опять же, на соседние государства в Азербайджане, ведь это же... В Грузии тоже первый секретарь довольно долго был в Азербайджане, да, и мог быть в Азербайджане, это, на самом деле, уже сейчас второе место после Северной Кореи, ну, в Северной Корее вообще уже там третье, даже четвертое поколение Сенгина в Азербайджане, ну, вообще-то это довольно серьезная задача, которую Гидар Алиевич Алиев сумел решить, передать власть на Северной, это мало кому удается, на самом деле, в авторитарном режиме. Как только слабеет старей и старый хозяин, ну, посмотрите, что произошло в Северной Корее, вот, что произошло в Сирии, все так называемые арабские весны, так вот, в Армении все было довольно похоже на другие большие советские истории, особенно когда силовые, мы так называемые мягкие, скажем, как социологи, силовые предприниматели. То есть, капиталисты, с использованием силы, люди, которые разбогатели, благодаря тому, что они были, ну, скажем так, силахранители, небольшие армии, скажем так, что они были армией, с больших черных машинами, которые были армией, с больших черных машинами. В этих условиях, безусловно, они реализуются третий мир. И хадиди объяснить им, что не хорошо быть богатыми элитами в этой стране, что это прям лучшее среди мир, это не полезно, потому что они, в тот момент, элиты, хадиди, это кто-то не интересует, потому что элиты, это кто-то правит страной, и кто-то может получать ресурсы от других групп, населения. Элиты, именно, они уже начали ломаться в 2000-2010 годы, сейчас, то, что мы слышим, мы слышим хруст, треск, вопль, мы слышим просто как ломается вообще весь правящий политический класс армии. И надежда сейчас на то, что все-таки вот из этого что-то может возникнуть, и что-то может быть более молодое, я не знаю, кто не знает, кто сможет править дальше, а вот дальше, все на самом деле довольно понятно, что делать все дальше, потому что примеры довольно хорошо известны. И даже по бывшим советским республикам, есть экономисты, которые довольно хорошо могут показать, что дальше мы делаем, какие шаги там, раз, два, три, было бы кому играть эту партию, это я же опять говорю. Есть эксперты, которые как тренер шаг, вот мы посмотрели массу всяких других комбинаций, вот похоже, что у вас сейчас идет вот такую комбинацию. Ну, понятно, что делать с армией, это тоже достаточно понятно. Есть военные эксперты, как вы более-менее знаете, более-менее понятно, что делать с судебно-прокурорской системы. Вот это, кстати, не обязательно армянские какие-то центры, но, ну, есть у нас связи, есть друзья, в Петербурге, в Бёркли, в Сент-Питсбурге, в Питсбурге, в Беркли, там есть кого-то привлекает. Мы знаем, что делать, и они сами торвутся-то, потому что они так часто выпадают такая замечательная возможность, как реализовать свои теории на прах. Вот, вопрос сейчас, в том, что возникла эта достаточно целостная политическая воля, население почувствует, запросто есть в население очень большой на компетентность, да, вот кто-то умеет рулить. Ну, и дальше, я думаю, что дальше будет легче. Вот, давайте, вот тут мы с вами и остановимся, потому что наше время уже, к сожалению, выходит. Было несколько вопросов, которые поставили к нам и до начала нашей беседы, и в ходе нашей беседы, но часть из них касается политики сегодняшнего дня, а мне не хотелось поговорить о сегодняшней политике, и на другую часть вопросов вы уже ответили. Вы уже ответили вам огромное спасибо за участие в этом цикле интервью и писет, и я вижу, что мы с вами оба оптимисты. Можно быть пессимистами. Можно быть пессимистами. Можно быть пессимистами. Можно быть пессимистами. Скажем так, я бы вам мог очень детально рассказать о том, как арменинг и шизы. И, по-моему, арменинг и шизы. Мы не хотим об этом говорить, что арменинг и шизы. Это у вас любой таксист. Вы кто из политиков на площади расходят по своей беседе? Какие параметры в Европе? Какие параметры? Таким образом, не будем говорить об этом, как арменинг и шизы. Таким образом, мы не будем говорить о этом с пронечером в европе, а благодарить пронечером за очень интересную историю. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.